В Заволжском районе Твери расположено старинное Волынское кладбище, основанное в начале 18 века. Сейчас это уже не просто место захоронения, а исторический мемориальный комплекс с более чем трехвековой историей. Здесь расположены могилы известных людей, которые внесли большой вклад в развитие города и государства. Однако в настоящее время погост находится в плачевном состоянии. Могилы заросли бурьяном, некоторые надгробия разрушены, а надписи стерло время. Тверской преподаватель криминалистики Владимир Пимонов не смог мириться с этим запустением. Он принялся своими силами восстанавливать культурно-исторический объект. Нашим корреспонденту удалось пообщаться с Владимиром Александровичем и узнать, почему он решил самостоятельно заняться реконструкцией и почему считает это важным. Владимир Пимонов преподает криминологию и уголовное право в Тверском государственном техническом университете и Московском государственном психолого-педагогическом университете. Восстановлением Волынского кладбища он занимается около трех лет. Когда Владимир Александрович впервые увидел, в каком состоянии находится захоронение, был удивлен. Кладбище лишено какого-либо ухода. Повсюду заросли, бурьяна, сломанные оградки, покосившиеся надгробия, повсюду запустение. Вот, собственно, с 1722 года начинается история этого кладбища. И его уникальность в том, что до сих пор эта территория сохранилась практически в первозданном виде. Четыре гектара земли. Проблема лишь в том, что этими гектарами никогда никто не занимался. Восстановление кладбища Владимир Пимонов начал с нескольких могил, расположенных в центре погоста. Первое время реконструкции он занимался самостоятельно. Устанавливал на место надгробия, косил траву, убирал заросли кустарника, вывозил мусор. Вы знаете, здесь кустарник, он доходил вот досюда. Но больше всего это была крапива. Выкорчевал крапиву, достаточно такие большие корни. И обожженная часть кустарника его поджигали. И я, естественно, вот этот весь горелый кустарник выкорчевали. Во время работы энтузиаст обнаружил немало памятников, надписи на которых сложно прочесть. Виной всему время и непрочные материалы для некоторых надгробий, которые выбрали родственники покойных. Только некоторые имена удалось разобрать. Спустя некоторое время к восстановлению начали присоединяться неравнодушные горожане, которые тоже заинтересовались историей этого места и захороненными здесь людьми. Конечно, им огромное спасибо. Тем вот самоотверженным людям, которые приходят и вместе со мной забесплатно все это убирают. Волынское кладбище стало последним пристанищем для многих известных горожан Твери. Здесь похоронен Анатолий Вершинский, основатель советской школы Тверского исторического краеведения. Многие его работы посвящены Тверскому краю. Тут же был захоронен Петр Богомолов. Под его руководством спроектированы и построены городские бани, трамвайная инфраструктура, Тверецкий мост и многие жилые здания. До настоящего времени на погосте их могилы не сохранились. Конечно, хорошо, если бы власти подумали над тем, чтобы установить памятный камень архитектору Богомолову и ученому Вершинскому. Владимир Александрович надеется, что на территории восстановленного кладбища можно будет организовать музей под открытым небом. И чтобы его могли посещать как жители Твери, так и туристы. А свой вклад в благоустройство Волынского кладбища может внести каждый. Ведь это, в конце концов, наш общий долг перед предками. О неуважении к ним, как утверждал светоч российской литературы Александр Пушкин, есть первый признак безнравственности.